ТОП-10 самых опасных насекомых и пауков У каждого человека разные отношения к насекомым и паукам. При виде огромного паука мы можем испытывать чувство брезгливости или умиляться, глядя на фото симпатичной мохнатой гусеницы. Но несмотря на маленькие размеры и очаровательный внешний вид, эти существа несут огромную опасность, ведь их оружие – это яд. У многих из них нет когтей или пасти с острыми зубами, но есть острое жало, шипы и смертоносные железы. И вам наверняка будет интересно знать, какие животные в нашем мире в наибольшей степени опасны для человека. Итак, пора познакомиться с этими опасными убийцами. Малярийный москит. Эти маленькие насекомые переносят малярийных плазмодиев, паразитирующих в человеке и вызывающих малярию. Москит наиболее активен при температуре выше 10 градусов и после захода солнца. Сам комар заражается от инфицированного человека и летит распространять заразу дальше, кусая новых жертв. И животных более 500 миллионов человек заболевают малярией. И 3 миллиона из них умирают. Особенно много летальных исходов в странах Африки, где низкий уровень медицины и отсутствуют программы для борьбы с малярией. Волосатая гусеница или молли-кокетки. Посмотрите на это прекрасное пушистое творение природы. Вам никогда не придет в голову, что это милое насекомое ядовито и опасно. Можно подумать, что именно волоски отравляют человека. Но оказывается, что у гусеницы в шерсти спрятаны многочисленные шипы, через которые выделяется яд. Погружаясь в кожу, эти шипы легко ломаются и остаются внутри нее. Яд в молли-кокетке вызывает сильное сжение пораженного места, рвоту, головную боль, пронизывающие боли в животе и сильное головокружение. Поражаются лимфатические узлы и даже может произойти остановка дыхания. Целующийся жук Не желаете умереть от поцелуя? Этот любвеобильный жук обитает в Африке, Австралии, Америке и Азии. Он живет рядом с человеком и является переносчиком смертельной инфекции – трепоносомы. Жук активен в ночное время суток, его притягивает тепло человеческого тела и выдыхаемый углекислый газ. Он подбирается к жертве и целует его смертельностным укусом. Место укуса распухает, а инфекция распространяется в сердце и желудок, что приводит к смертельному исходу. Ежегодно от этого жука погибает не менее 50 тысяч человек. Бразильский странствующий паук Этот паук обитает в американских тропиках и в 2010 году попал в книгу рекордов Гиннеса как самый ядовитый паук мира. В составе яда присутствует мощнейший нейротоксин, вызывающий после укуса утрату контроля над мышцами и нарушение дыхания. Человека парализует и он умирает от удушья. После укуса сразу происходит заражение лимфатической системы и если яд попал в кровь, то в 85% случаев у человека отказывают сердце. Радует то, что уже есть противоядие, дающее небольшой шанс выживания для жертвы паука. Овод Оводом можно смело отдать титул главного паразита. Это настоящие пожиратели плоти макопитающих, в том числе и человеческие. Самая опасная и страшная стадия для человека – это опарыш. Ведь именно в таком виде паразит поселяется в теле и питается ним. Но это еще не все. Они путешествуют по организму, прогрызая ходы на своем пути и при этом активно прибавляют в весе. Муха-ЦЦ – это обитательница африканских субтропиков, впивается своим длинным хоботком плоти макопитающих и высасывает из них кровь. Муха-ЦЦ – переносчик сонной болезни, которая нарушает работу эндокринной системы и сердечной мышцы. Через некоторое время наблюдается помутнение сознания и сбои в работе нервной системы, а на смену сильной усталости приходит повышенная активность, после чего человек просто умирает. С 2008 года в Уганде от сонной болезни погибли более 200 тысяч человек. Бабочка и гусеница лономия Когда эта бабочка находится в стадии гусеницы, то становится опасной красавицей. Местные жители называют ее ленивым клоуном. Но обольщаться не нужно, яд лономии может вызвать полный отказ почек. Одно лишь прикосновение к этому созданию способно запустить процесс разрушения гетроцитов и вызвать кровотечение. Но если вы потрогаете несколько красавиц, то рискуете получить мгновенное кровоизлияние в мозг. Дополнительная опасность заключается в том, что бабочки отлично маскируются, и в листве их обнаружить довольно сложно. Армейский муравей Название этого создания произошло от огромного количества особей, живущих в одной колонии. Это дружные существа с мощными челюстями и отличной организацией невероятно агрессивны. Несмотря на свою слепоту, они без труда нападают на громадные по размерам жертвы. Для примера, колония армейских муравьев может справиться с лошадью. Человеку лучше не вставать на пути этих слепых монстров. Черная вдова и каракурт Многие знают, что самку назвали черной вдовой потому, что она съедает самца сразу после спаривания. Но есть еще один бонус от этой милой дамы. Яд, опасный для здоровья человека. Были зафиксированы несколько случаев смерти после его укуса, но противоядие все-таки есть. В степях Астраханской области живет ядовитый паук-каракурт, укусы которого могут убить верблюда, лошадь и человек. Самец абсолютно безвреден, а опасна лишь самка, которая без причины никогда не нападает. Она может атаковать, если почувствует опасность. Ее яд по силе уступает лишь черной вдове, но отличие кроется в том, что яд каракурта держится в крови более длительное время. И лучше не беспокоить каракуртов в июне и июле, когда они наиболее активны. Их яд в 15 раз сильнее, чем углянущие змеи. Но помните, вовремя оказанная медицинская помощь спасет от смерти. Африканизированная пчела-убийца Эта пчелка отличается невероятной агрессивностью и может нападать по нескольку раз на свою жертву. Второе название этих созданий – пчелы-убийцы. Их поведение захватническое, а рой способен убивать животных и людей. Самую сильную опасность представляет многочисленность пчелинного семейства. Это около 100 тысяч особей, способных нападать целой тучей. По свойству яд схож со змеинным. И если укусила одна пчела, можно не беспокоиться. Но вот если напал рой, то это стопроцентная опасность, способная привести к смерти из-за сильнейшей аллергии. Эта пчела может преследовать человека или животное на расстоянии до километра. Итак, это был топ-10 самых опасных насекомых и пауков. На сегодня это все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях.